Добрый вечер, в эфире Вести Карачева, Черкесия. 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Согласно законодательству, общественный контроль за выборами осуществляется общественными палатами регионов страны. В Черкесске прошло заседание Общественной палаты Карачева-Черкесии по подготовке к предстоящему событию. На нем обсудили комплекс мер, направленных на проведение обеспечения открытости выборного процесса. В штабе общественная палата сформированы и уже осуществляют работу группы – информационная, юридическая, мониторинговая, экспертная и мобильная. Руководители групп доложили о своей работе и выразили готовность содействовать осуществлению всех избирательных прав граждан при проведении выборов. Мы все с вами активно работаем и, по существу, эту работу продолжаем уже в течение года. Общественный штаб, который активно работал весь сентябрь месяц, а также вел подготовку общественных наблюдателей, начиная с июня месяца. И эксперты все работали у нас, спасибо им большое, начиная с мая месяца. Поэтому мы с вами сейчас только перезагружаем нашу работу и начинаем новый этап работы общественного штаба. В Карачево-Черкесии в год развития промышленности открылось еще одно значимое предприятие, расположенное в региональной столице фабрика «Гостекстиль». Выполняет в том числе госконтракты. Торжественный запуск прошел при участии министра промышленности, энергетики и транспорта Карачево-Черкесии Мурата Гапова. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхцы. Педагог по образованию Фатима Узденова с детства любила шить. Спустя годы хобби, наконец-то, стало для нее специальностью. Я сама шью дома вещи, одежду себе шью, детям шила. А когда открыли эту фабрику, это предприятие, я пришла посмотреть, что тут. Но станки новые. Я впервые столкнулась с этими станками, машинами. Ну, мне понравилось. В Карачаево-Черкесии много внимания уделяется промышленности, а 2023 и вовсе тематический год. Открыты несколько предприятий, которые с первых дней существования доказали значимость выбранных направлений. Фабрика «Гостекстиль» из их числа. Здесь трудятся несколько десятков человек, причем не только жители нашей республики, но и выходцы из дальнего зарубежья. При необходимости мощности могут быть увеличены в соответствии с запросами заказчиков. Условия позволяют. У нас направление сейчас на оборону, в СВО, поединую форму шьем и бейсболки. А сколько технически можно сделать, выполнить и кто это делает? Ну, например, форму мы можем шивать от 50 комплектов за день. Это только стартовая, а так в дальнейшем будем расширять количество. А бейсболки можем делать от 500 штук в день. Современное оборудование, грамотно налаженный технологический процесс, просторные рабочие места позволяют персоналу фабрики беспокоиться лишь о качестве продукции и сроках выполнения заказов, в том числе от регионального Минпрома. Участие в торжественном запуске производства приняли представители исполнительной и законодательной власти в республике. Это очень хорошее событие, тем более, что оно происходит в год, объявленный Рашидом Борисбичем Терберезовым, годом развития промышленности. Здесь на сегодняшний день работают до 50 человек. При выходе на проектную мощность будет работать 150 человек. Все это неизменно будет вносить вклад в развитие нашей экономики. Вот мы сегодня видим полное импортное замещение. Шикарно, молодцы. Хочется пожелать ребятам дальнейших успехов в завоевании рынка. Пошив спецодежды – важнейшая составляющая производственного процесса. Руководство фабрики понимает, какая ответственность возложена на коллектив. Здесь стараются выполнять все необходимое качественно и в срок. Законодатели почетными грамотами отметили вклад фабрик «Гостекстиль» и «Красный Восток» в развитие промышленности в регионе. Артур Мухцемихак Аркелян, Вести, Карачаево-Черкесия. 17 марта 2024 года состоятся выборы президента Российской Федерации. Согласно законодательству, общественный контроль за выборами осуществляется общественными палатами регионов страны. В Черкесске прошло заседание общественной палаты Карачаева-Черкесии по подготовке к предстоящему событию. На нем обсудили комплекс мер, направленных на проведение обеспечения открытости выборного процесса. В штабе общественной палаты сформированы и уже осуществляют работу группы информационная, юридическая, мониторинговая, экспертная и мобильная. Руководители групп доложили о своей работе и выразили готовность содействовать осуществлению всех избирательных прав граждан при проведении выборов. Мы все с вами активно работаем и по существу эту работу продолжаем уже в течение года. Общественный штаб, который активно работал весь сентябрь месяц, а также вел подготовку общественных наблюдателей, начиная с июня месяца. И эксперты все работали у нас, спасибо им большое, начиная с мая месяца. Поэтому мы с вами сейчас только перезагружаем нашу работу и начинаем новый этап работы общественного штаба. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии задержан мужчина, разыскиваемый за покушение на убийство и разбойное нападение на сотрудника казначейства и арбитражного судью. Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Карачаево-Черкесской республике задержали жителей регионального центра в городе Минеральные воды Ставропольского края. Он подозревается в разбойном нападении и покушении на убийство. В феврале этого года в городе Черкесске четверо местных жителей напали на четверых граждан. Предварительно установлено, что злоумышленники, используя в качестве оружия деревянные безбольные биты и иные предметы, избили потерпевших, похитили их имущество и скрылись с места преступления. В результате нападения пострадавшим были нанесены травмы различной степени тяжести. По данному факту, следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время фигурант заключен под стражу. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников резонансного преступления. Сейчас прогноз погоды на завтра от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 7, днем до плюс 9, ночью и утром на дорогах гололедица. В Черкесске без существенных осадков ветер южный и 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2, минус 4, днем до плюс 7, ночью и утром на дорогах гололедица. В Дворце культуры Черкесска состоялся отчетный сбор атамана Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска. На отчетном сборе подвели итоги деятельности представителей казачества, внесения государственной и иной службы, военно-патриотического воспитания молодежи, возрождения и развития казачьей культуры и в других сферах. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В работе сбора приняли участие заместитель губернатора Краснодарского края атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, зампредседателя правительства Карачаева-Черкесии Евгений Поляков, депутаты Народного собрания, главы ряда муниципальных образований региона, представители казачества и духовенства. От имени главы республики с приветственным словом к собравшимся обратился Евгений Поляков. Он пожелал всем участникам сбора плодотворной работы, крепости духа и новых побед. Сегодня в аренде у казаков общества Карачаево-Черкесской республики находится более полутора тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. Руководством республики поддерживается позитивная инициатива казаков, направленная в том числе на сохранение мира и межнационального согласия, стабильной общественно-политической обстановки в регионе консолидации проживающих здесь народов. С докладом о проделанной работе за отчётный период выступил атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук. Он отметил основные итоги проведённой работы и рассказал о перспективах и направлениях развития в 2024 году. В числе приоритетных тем – помощь участникам спецоперации. Казаки Баталпашинского отдела участвуют в гуманитарных миссиях, их собирают и доставляют посылки для наших защитников. Баталпашинцы активно включили сбор гуманитарной помощи для жителей Донецка и Глаза Народной Церкви. Уже было отправлено более пяти тонн груз. На этом работа не останавливается. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает участие, помогает нашим бойцам и делает вклад в общее дело по освобождению территории Донбасса от нацистского режима. В православных храмах Черкеска духовенство проводит молебны о здравии российских воинов, находящихся на передовой. Валерий Дедук выразил слова признательности священникам за большой вклад в сборе гуманитарной помощи, возрождение казачьих традиций и поддержку казачества. Минуты молчания почтили память бойцов, павших в ходе проведения специальной военной операции. Отдельно хочется поблагодарить православное духовенство Карачаева-Черкесии, благочинных отца Александра Нартова, отца Евгения Суптельного за огромную поддержку во всех начинаниях казахов. Также отмечу огромную работу по воспитанию казачьей молодежи, развитию казачьих традиций, сбору гуманитарной помощи, которую проводит отец Александр Гуин. На территории Баталпашинского отдела развивается система казачьего образования. Около 180 казачат обучаются в казачьих классах и группах. Учебные заведения находятся в Черкесске, Зеленчугской и Урубском районе. Казаки регулярно проводят спортивные и патриотические мероприятия для молодежи. В мае 2023 года на форуме «Достойные наследники победителей» казачата из клуба «Пластун» Баталпашинского городского общества заняли первое место среди команд. С помощью атамана отдела именно город в этом году взял грант, выиграл. Мы провели биатлон, занимаемся воспитанием детей, военно-патриотическое воспитание. Клуб «Пластун» у нас сегодня не было, мы его открыли два года назад. Дети занимаются стрельбой, группой оружием, занимают первые места. Казаки, заслушав отчеты Совета Старешин, ревизионной комиссии и районных атаманов вынесли оценку работе Валерия Дедука. Общим количеством голосов она была признана удовлетворительной. Атаман казачьего войска Александр Власов подчеркнул, что в современных реалиях от казаков требуется высокий уровень сплоченности и самоорганизованности. Потому что Баталпашинский казачий отдел должен становиться с каждым месяцем, каждым годом сильнее, 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 сплоченнее. Мы этого добьемся, мы этого достигнем, этих результатов, рано или поздно. Атаман арминов, конечно же, поддерживает, поэтому я предлагаю оценку за прошедший год признать удовлетворительно. Дарья Тендит, Миха Каракелян, Вести Карачаева, Черкесия. Филиалии Россельхозцентра Карачаева-Черкесии знают, как вырастить безвирусный картофель. Уход за корнеплодом осуществляют под руководством опытных специалистов семеноводов. Высадили картофель в теплице с использованием аэропонной установки. В чем суть метода, узнавала Альбина Ламка. На дворе декабрь месяц. Здесь 20 градусов. Здесь все в зелени. Если приоткрыть дверцу под ней, то увидим паутину корней. На ней растут корнеплоды. Это не те плоды, которые у нас на даче. После сбора картофеля здесь руки остаются чистыми. В теплице филиала Россельхозцентра Карачаева-Черкесии выращиванием картофеля на аэропонных установках занимаются не первый год. Суть метода в том, что корни растения не помещены в грунт или питательный субстракт, а висят в воздухе. Здесь они спрятаны в ящике под стеллажами и периодически орошаются водой. Картофель в нашей стране наряду с хлебом традиционно считается основным продуктом питания. Сельскохозяйственная культура требует при возделывании значительных затрат на проведение агротехнических мероприятий. При этом важно поддерживать качество семенного материала. Потери от вирусных и бактериальных болезней могут составлять от нескольких процентов до полной гибели всего урожая. Степень зараженности зависит от соблюдения многих мероприятий и факторов, таких как сорт растения, вид вируса, говорит заместитель филиала Россельхозцентра Республики Али Кипкеев. Мини-клубни безвирусны, поэтому способны, по словам специалиста, принести макро-прибыль картофелеводческому хозяйству на радость аграриям и потребителям. У нас представлен один сорт, инноватор. Но также вот в этом году мы выращивали для наших фермеров региона Невской, Луговской, еще несколько наших российских сортов. Это уже по запросу наших фермеров. А инноватор чем отличается от других сортов? У инноватора своя специфика в чем? Он сорт картофеля фри. Вот он такой вытянутый, длинный. И когда вы видите вот эти высокие длинные картофель фри, то знайте, что это, возможно, инноватор. Аэропонная технология дает возможность изолировать растения от вредных факторов внешней среды, насекомых и болезней. И не использовать гербициды с пестицидами. Экологически чистый урожай, полученный без применения искусственных добавок и насыщенная кислородом среда, ускоряет рост и развитие растений. Руслан, по какому принципу вы собираете? Имеет ли значение размер? Да, размер значения имеет. Мы смотрим, наблюдаем, как она растет. Исходя из этого, уже приблизительно вот такие размеры. Это уже как бы семена готовые к хранению и дальнейшие посадки. То есть у нас есть свои стандарты калибровки. Полученный семенной материал высокого качества. Данную технологию используют для оздоровления картофеля определенного сорта. Обновляется семенной материал. Мы его реализуем, продаем. Продукцию можно это у нас брать в нашем информационно-консультационном пункте. Применяемые подходы и технологии специалистами филиала Россельхозцентра позволят в будущем эффективно решать насущные вопросы у аграриев, обеспечив их высоким урожаем. Альбина Ламкова, Виктория Карпенко, Вести Корчаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Тайное следствие». Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова